Добрый вечер! Сегодня, я не знаю, может быть, кто-то по старой афише ожидал увидеть трио с Марианом Калдараро, к сожалению. Ходивший по Москве грипп, нам не позволило сделать программу на троих. Поэтому мы сегодня решили с Натальей выступить вдвоем в два отделения. Первое отделение будет петь я, второе Наталья Сербина, ну и несколько вещей в качестве анонса будущих концертов мы с вами вместе. У меня будет такая попытка представить свой будущий альбом. У нас случилась такая приятная в моей жизни ситуация. В моей песне услышал режиссер фильма, она ему понравилась, он ее взял в кино. И потом меня нашли, спросили, можно ли взять? Может, можно. Было очень приятно. То, что вообще наша музыка может быть интересна для вас. Не только для ценителей того узкого круга слушателей этники, но для более широкого круга слушателей. И в связи с выходом моей песни в фильме, как-то меня стали люди находить. И в том числе нашла одна женщина из Франции и сказала, давайте мы выпустим ваш альбом. Я говорю, давайте. Собственно, альбом должен выйти через пару-тройку недель. Он еще не записан. Этим и занимаюсь. И сегодня я решила попробовать спеть те песни, которые на альбом войдут. Сегодня я без лиры, опять же, по этой же причине, потому что было сказано, что это слишком европейское звучание, альбом должен быть русским максимально. И я постаралась туда добавить и песни разных регионов, и духовные стихи, что вот на ваш суд представляет то, что будет на альбоме. Ну, немножко в измененном виде. Кучу рявая рябина, сильную ягоду родила, Ай, лёли-талёли, ай, лёли-талёли. Сильную ягоду родила, сильную ягоду клубнику, Ай, лёли-талёли, ай, лёли-талёли. Сильную ягоду клубнику, Ай, то ей рвать будя, Ай, лёли-та-лёли, Ай, лёли-та-лёли, Ай, то ей рвать будя, Сильную вишенью зарывать, Ай, лёли-та-лёли, Ай, лёли-та-лёли. Рвать будя вишенью, Марина, Сильную вишенью зарывать, Ай, лёли-та-лёли, Ай, лёли-та-лёли, Рвавши на ягоду, преснула, На про ягоду забыла, Ай, лёли-та-лёли, Ай, лёли-та-лёли, На про ягоду забыла, И никто её не взбудет. Ай, лёли-та-лёли, Ай, лёли-та-лёли, Никто её не взбудет, И ни батюшка, ни матюшка, Ай, лёли-та-лёли, Ай, лёли-та-лёли, И ни батюшка, ни матюшка, И ни родный, ни братчинка, Ай, лёли-та-лёли, Ай, лёли-та-лёли, Откуда не был наш Иванушка, Он из чистого из поля, Ай, лёли-та-лёли, Ай, лёли-та-лёли, Он из чистого из поля, Он на воронам на коне, Ай, лёли-та-лёли, Ай, лёли-та-лёли, Он на воронам на коне, Он на кованам на земле, Ай, лёли-та-лёли, Ай, лёли-та-лёли, Он на воронам на коне, Он на кованам на земле, Ай, лёли-та-лёли, Ай, лёли-та-лёли, Он на воронам на коне, Он на кованам на земле, Ай, лёли-та-лёли, Ай, лёли-та-лёли, А плыла, плыла водочка, ступнилася, ступнилася. Ой, да ешло, ешло, вот и солнушко, закатилося, закатилося. Ой, в разне добрый день, вот и девушка, ой, завродилась. Завродилась, ай, та великая, ей горечка. Ой, навалилась, навалилась, ай, та великая, ей горечка. Ой, все досадушка, все досадушка, да куда же я не поеду, о молода. Ой, все горит со мной, все горит со мной, да кому же я не пожалусь. Ой, все журят броня, все журят броня, да журят броня, вот и девушку. Ой, все плакать велят, все плакать велят, да поплачь, потому что девушка, ой, по своем горю, по своему горю, по великому. По своему дружечке, по Ванюшечке. А Ванюшечка, он дружечка, разлюбезный друг, положил на меня на девушку худую славушку. Положив худую славушку, перестал ходить, перестал меня девушку, перестал любить. Купил три подарочка, пожалел дарить. А там еще слова дальше есть. Купил три подарочка, пожалел дарить. Купил три подарочка, пожалел дарить. Песня. Песня. Стихи. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. По-моему, это одна из немногих вещей о несчастной мужской любви. Потому что обычно песни о несчастной женской любви или о несчастной доле. Часто очень о том, что муж старый. Или о том, что милый бросил. Другую полюбил. А вот есть небольшое количество песен про мужскую несчастную любовь. Следующая песня, я ее сегодня спою одна. А так она как раз из нашей программы с Наташей. Сначала поиграли у наших на кудиклах. Я не знаю, все знают, может, кто-то не знает. Это традиционный русский инструмент. На нем играли... Я сталкивалась только на юге России. Я взяла 4 дудочки. Вообще их должно быть 5. То есть называется 5 дудочек пара. Играли исключительно женщины. Это только женский инструмент. Играли в ансамбле с другими инструментами. И инструментами играли сами. Вот в своем небольшом ансамбле кудиклениц. Похожий есть инструмент сам понис у перуанцев. Там играет мужчина как раз. И если... По-моему, даже они в другую сторону его держат. То есть большая дудочка у нас получается вот слева, а у нас лево-направо. Может, у некоторых. Мне кажется, что в другую сторону у них все дворят, и все очень сложно. У нас все просто. 5 дудочек, 3 где-то, 2. Но по красоте игры и по сложности, мне кажется, феронцам с нами с вами не сравнится. Я небольшой мастер игры на кудиклах. Я буду стремиться улучшать. Да, еще интересная такая особенность игры на русском инструменте, то, что к нему добавляется голос. Называется фифка. Опять же, я вам вряд ли сегодня покажу, как это делается с наигрышем, но принцип такой. Горошек мой, горошек мой, Люблю тебя сеть. Люблю тебя сеть. Посею горошку, посею горошку при тертой дорожке. Ох, илюли, ай-люй-люй, при тертой дорожке. То не ходят, то не идят, Ох, илюли, ай-люй-люй-люй. Ох, илюли, ай-люй-люй. 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 Ай-люй-люй, ай-люй-люй. Ох, илюли, ай-люй-люй. Ох, илюли, ай-люй-люй. Ох, илюли, ай-люй-люй. Ох, илюли, ай-люй-люй. Там ходила, там гуляла красная маринушка, Ох, лёля, ой, лёля, красная маринушка, Она ходючи, гуляючи, яблонь подрубала, Ох, лёля, ой, лёля, яблонь подрубала, Она яблоня подрубала, короткой лопала, Ох, лёля, ой, лёля, короткой лопала, Она короткой лопала, золото пирала, Ох, лёля, ой, лёля, золото пирала, Она золото пирала, святку отцелала, Ох, лёля, ой, лёля, святку отцелала, Уж ты, свекра, ты мой батюшка, Примай мои дары, ох, лёли, ай-люй-люй, Примай мои дары, мои дары непростые, Ковары золотые, ох, лёли, ай-люй-люй, Ковары золотые, как за теми и за таврами сама скоро буду. Ох, лёли, ай-люй-люй-люй, сама скоро буду, Ни в пятницу, ни в субботу, к свекру на работу, Ох, лёли, ай-люй-люй-люй, к свекру на работу, Ни в субботу, в воскресенье, к свекру на веселье, Ох, лёли, ай-люй-люй, к свекру на веселье. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что так интересно, одновременно у меня получилось, я сняла, ко мне пришла Наташа и говорит, давай сделаем программу вместе. Давай. И примерно в тот же момент есть такая певица Маша Шанталинская из Сирена. И она говорит, давай сделаем. Давай. Так получилось, что одновременно я делала две программы. Одну южную, а вторую северную. Вот сейчас была песня из южной программы, а теперь звучит песня из северной. Я хожу, хожу кругом города, да я, секо рублю мечом города, да я. Еще тут я красную девицу ищу, да я, еще тут я красную девицу ищу, да я. Еще где-то я молодушку найду, да я. Еще где-то я молодушку найду, да я. Еще тут я золотым перстнем подарю, да я. Я возьму ее за правую руку, да я возьму ее за правую руку, да, обвету ее кругом города, да. Я поставлю ее на местечко, да я поставлю ее на местечко, да все. На местечко показанное да все, на местечко показанное да вы. Садитесь, милюшенька, да я, садитесь, милюшенька, да. А сейчас я позову Натасу на сцену. Наталья Сергеевна. Ой, донюшка белая, донюшка руленая. Ой, донюшка руленая, доня черно-бровая. Ой, доня черно-бровая, доня черно-блазая. Ой, доня черно-бровая, доня черно-бровая. Мамушка нерудная посылает донюшку. И жули, и жули, и жули, и жули, и жули. Пасылает донюшку, доню поздно поваду. Звучит музыка. Звучит музыка. Я вообще не являюсь Натальей Сербиной. Спасибо. Не придумываю ни музыку, ни слова, которые я пою. Я беру народную музыку, народные песни. Получается так, что со временем они сильно видоизменяются. Какие-то слова я забываю. Мелодия меняется сама по себе. Вне зависимости от моего желания. Просто если я пою песню и год через четыре слышу оригинал, я понимаю, что она сильно видоизменилась. Хотя я была уверена, что я пою все время одинаково. Слово этой песни, я не знаю, вообще понятны слова, потому что ко мне иногда подходят и спрашивают, на каком языке поете. Я надеюсь, что это не из-за моей дикции, а просто из-за того, что очень часто слово раскрывается на полку плета, и сложно его собрать и понять смысл. У меня была ситуация, когда я сидела не в наушниках, а у меня была включена песня, я ее расшифровывала, текст. Заходит муж мой и говорит, что она поет. Тут же все понятно, вот слова. Я ни слова не понимаю. Я поняла, что для человека, который этим занимается и привык слушать тексты, они понятны и слышны. А со стороны, оказывается, все далеко не так понятно. Поэтому, и что касается текстов, и вообще, если есть вопросы, у нас какой-то сегодня достаточно такой концерт, получается, простой, домашний, да, отчасти. Если есть вопросы, можете задавать, либо, если неудобно задавать, хотите, напишите на бумажках. В общем, если что-то интересно, я постараюсь ответить. Ну вот сейчас духовный стих спою, который я тоже решила на диск записать, потому что, мне кажется, без духовных стихов, как-то вот эта русская традиция, традиционное пение, оно будет неполноценным. Песня. 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 Растет древо кипарисовое, Аллилуйя, Аллилуйя, кипарисовое, На том древе поют пташки, пташки райские, Аллилуйя, Аллилуйя, Пташки райские поют псальмы, хирурги мы, Серафимские, Аллилуйя, Аллилуйя, Серафимские, у нас в раю жить весело, Дай ей некому жить, Аллилуйя, Аллилуйя, Дай ей некому жить. Еще одна песня, которая вошла как раз в фильм. Не знаю, может кто-то смотрел, не смотрел, фильм называется «Находка». Если вы не смотрели, я очень советую посмотреть совершенно в хорошем смысле не современное кино. Очень красивое, с очень хорошей, очень хороший сюжет, хорошие актеры. И вот тоже, как очень метко было сказано, фильм о том, как люди становятся людьми. Так что, если не смотрели, посмотрите, действительно хорошее кино. Спи, солнце, спи, спать и ходи. Я таки буду качать, песенками усыплять. Спи, солнце, спи. Спи, солнце, спи. Спи, лелейка, спи. Спи, солнце, спи. Головку склонив. Головку склонив. Ты на рученьки морив. работает. а на табелями спи, велика. Спи, увод, hoc caement, Investor, спи. Спи, Уходи, спи. Рученьки сложи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я как-то у меня не складываются отношения ни с частушками, ни с состраданиями, вот с этим жанром, я как-то не очень дружу. Но опять же, поскольку меня попросили русский диск, я как-то подумала, что упускать тоже вот это вот достаточно необычное звучание присущее, я не знаю, может быть, даже в других народах так и не пели, а может и пели, я не слышала. Не, ну украинцы, для меня украинцы, белорусы, русские это одно целое, я имею ввиду, африканцы, у них как по-другому это, ну, в общем, я попробую. Ой, не скажу, кого люблю я, не скажу, которого. А у семьи четыре брата, люблю черно-берон его. Ой, не скажу, кого люблю я, не знаю, 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 А мне еще раз в реку, пускай увадится в реку. Ой, зачем я так бежала, зачем ты родилась? Здесь, мама, вхажора нет, зря я уморилась. Ой, подруги, нас четыре, где подели пятую? Ой, отдали пятую, вовью жизнь проклятую. Дорогой мой дорогой, я недорогая, а у тебя, мой дорогой, наверное, есть другая. Дорогой мой дорогой, я недорогая. Дорогая дорогой, дорогие оба. Дорогая, дорогого, довела до гроба Дорогая, 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 дорогая Дорогая, дорогая, дорогая Дорогая, дорогая, дорогая Дорогая, дорогая, дорогая Дорогая, дорогая Дорогая, дорогая Дорогая, дорогая Дорогая, дорогая Дорогая, дорогая Дорогая, дорогая, дорогая Дорогая, дорогая Дорогая, дорогая Дорогая, дорогая Дорогая, дорогая Дорогая, дорогая Дорогая Дорогая, дорогая Дорогая, дорогая Дорогая, дорогая Дорогая, дорогая 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 Дорогая, дорогая 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 Дорогая, дорогая Дорогая, дорогая 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 Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. А теперь я вам спою тоже полезную песню о том, как обещал любить вечно, но не сдержал слова. Звучит песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Былась домой 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 еще есть слова о том что а там где жена почему-то тут такой ругательный сюжет там где плачет жена там и слезинки нет сейчас пою духовный стиль он есть и в русском фольклоре большом количестве конечно на другие налоги эту я записала когда-то на киевском полисе чернобыльский район бабушки которая помнила как в тридцатых годах с этой песней ходил верник эта песня об алексея если знаете сюжет который ушел от отца странствия и потом уже когда он пришел под видом нищего родители его не узнали плохо принимали плохо кормили поселили в плохой комнате и перед смертью он описал свою жизнь позвал по очереди родителей прочесть то что написал когда они очень пожалели на своем проведении наверное мысль о том что каждого гостя нужно принимать как одного ребенка о дэбэйо ухи мэ�бол зелёно-госадо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А-а-а-а-а-а-а-а, кот-ко, кот-ко, кот-ко ты наш, Чи ты знаешь, отче наш, а я под ним родился, Отче нашу навчишься, Мене попивили, Отче нашу навчишься. Теперь песня весенне-летняя. С ней обычно проводили обряд стрелы, Проводы стрелы. Стрела в народной мифологии была связана с символом грозы. Вообще до сих пор. В селах считается, кого убило во время грозы, Того нельзя хоронить со всеми на кладбище, Потому что это связано с образами нечистого. Стрела, гром это все нехорошие вещи были. Но тем не менее, на Полесье было много песен и стрелек. Улетит стрела, да яду в село, Да в неделю рано, да яду в село. Да в бела стрела доброй молодца, Да в неделю рано доброй молодца. Да никто к тебе не приступится, Да в неделю рано не приступится. Да в неделю рано, да яду в село. Да в неделю рано, да яду в село. Да яду в село. Да в неделю рано, да яду в село. Да в неделю рано, да яду в село. Да в неделю рано, да яду в село. Сами книжечки, зачитали все. Да в неделю рано, зачитали все. Сами звоночки зазвонилися, да в неделю рану зазвонилися. А теперь песня о колдовстве. Ну, собственно, о злой свекрови. Коих песен тоже было много достаточно. Песня болтавская. Причем, ну наверняка вы не поймете слова, я расскажу. Мать провожает сына в далекую дорогу, а невестку отправляет в поле лен собирать. И говорит, не соберешь лену, не приходи домой. Невестка не собрала Алену, побоялась идти домой и осталась в поле ночевать. Превратилась в тополь за это время. Возвращается сын домой. говорит, здравствуй, мама, а где же... А, что это за тополь появился у нас в поле? Она говорит, не спрашивай, просто бери топор и иди руби дерево. И вот сын пошел с топором, начинает рубить тополь. Ну, по-украински тополя женского рода. Она сначала наклонилась, а потом начала просить его, не руби, я твоя жена, а в листьях моих наш ребенок. Ай, выряджала мать и сына, даю кривью дорогу. Ай, молодой невесткой, пове брателю. Ай, выряджал мать и послужила... Ай, не выберешь льоны, ты льда в дом. Ай, не выберешь льонов, ты льда в дом. Ай, не выберешь льонов, ты льда в дом. Ай не заночувала, ай пішла в чистее поле, тополею стал, а прийшов сын догадый, ай здравствуй, рідна мати, О, ящо ж то за то пола голя стоїть серед твой, ай не питай же, синку, та й за тую причинку, Ай бери топір в руки, рубай тополину, ой як удары вперше, той вона похилилась, Ай аку даре друге, она ай попросилась, ой не рубай же, милия твоя дружина, О, я мої хилістьяк спить наша дитина. Ну а теперь тоже свекрова песня, но уже из Полесье, и она, конечно, она такой веселый мотив, Такие весенние припевки. Ай аку я штою брошу бабу, мия шанавати, удали не на крапиве, на ночь крепинати, Ой, стой, ой, стой, брошу бабу, три дни на дно месте, ой, щав знала, як догадеть молодой невест. Теперь споем песню по лиру из импертуара одного из полейских лирников, который даже до 1986 года дожил и где-то до конца 50-х годов ходил по Полесью, по Волыне. Эта песня когда-то вызвала возмущение одного из зрителей, потому что он сказал, «Как это вы пропагандируете пьянство?» Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Песня о пьянице, сатирическая, о том, как он все пропел. Как прийдеться горы, что там около сердца стеснешь. Стоять, девки, на улице, я щас не вы, хлопцы. Видно, видно, что пьяница по водной сорочке. Пропывали, пропывози, я щас пропывлецей, Я щас тьим королиці, щас боли на джинці. А теперь песня опять повестка про любовь. Не, 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 не. Да ж то жа, а ж то жа, а ж то жа, а ва снопеки я зала. Снопеки я зала, да заволи на жалову, Кто был снопка участок, не, 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 не. И тут д �. Не, 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 не и partic�. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Спасибо.